МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Праздник к нам приходит. В Гродно уже начинают монтаж новогодних ёлок. Десятки выставок, гостеприимное подворье, пышная свадьба, хедрые подарки и награждение лучших аграриев области. Областные дожинки 2018 с размахом отпраздновали в Ивье. Эксперимент признают успешным. За полтора месяца коммунальной амнистией воспользовались более шести десятков должников. Беседа вместо проповеди. На очередном заседании Духовно-просветительского клуба Дяница говорили об истории православия на Гродничине. Первый выход на татами и первые победы. На базе отдыха «Привал» прошёл открытый кубок клуба «Сайха-Про» в Пакёпи-синкан-карате. Новогоднее настроение уже в Гродно. Несмотря на то, что на календаре ещё осень, в Гродно уже начинают установку зелёных красавиц. По традиции ёлочный марафон начинается на площади Советской. Уже в понедельник сюда привезли детали каркаса, а в ближайшие два дня он будет полностью собран и начнётся его оформление елями. Со среды установка главного новогоднего символа начнётся и на площади Ленина. Мы без новинок не обходимся. Поэтому нам хотелось бы, чтобы вы получили сюрприз. Поэтому сразу не скажу вам, что именно будет. Но я думаю, что вам будет приятно прийти и посмотреть на фонтан, который будет на Советской площади. Прийти на фонтан, посмотреть маленький, который в парке жили Бера. Ну и ёлка новогодняя возле основная на площади Ленина тоже нас порадует новинками. Кроме ёлок новогоднее настроение будут создавать и разноцветные арт-объекты. На площади Ленина установят шестиметровые разноцветные шары. Полную иллюзию звёздного неба создаст огромная растяжка с тысячами лампочек. Приятным дополнением станут и точечные светящиеся скульптуры, которые разместят в разных уголках центральных улиц Гродно. Уже в декабре десятки елей будут украшены и в микрорайонах города. Также в ближайшие дни новогоднее оформление заиграет в магазинных витринах. А что касается иллюминации, по традиции огни на ёлках будут зажжены после парада Дедов Морозов, который традиционно проходит в середине декабря. Впрочем, в полной мере ощутить приход зимы позволяет и погода. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют устойчивые минусовые температуры по ночам. Днём же столбики термометров будут держаться в пределах плюс один, минус один. Во вторник областной центр встретит и первый снег. Ивье отметил главный праздник хлеборобов – областные дожинки. Райцентр встретил фестиваль-ярмарку тружеников села во всей красе. Здесь открыли новый мост, важные социальные объекты. А буквально в разгар праздника в городе появился сквер влюблённых, где состоялся первый обряд бракосочетания молодожёнов. Нынешний год для аграреев Гродничины выдался как никогда сложным. Но несмотря на капризы погоды, главные герои праздника показали достойный результат. Алла Внучко побывала на празднике хлеборобов. Лучшие труженики села со всей Гродничины в национальных костюмах. Всюду песни, шум и веселье. Праздник дожинки в Ивье прошёл по-настоящему радостно. Погода словно вернула героям праздника долг. Ни дождя, ни ветра, ни снега, яркое солнце и небольшой морозец. Гулять по городу в такую погоду – одно удовольствие. Центральные улицы города превратились в один большой гостиный двор. Несмотря на весенние и летние капризы погоды, аграрии Гродничины выдержали испытания. Намолотили больше миллиона тонн зерна, зернобобовых и кукурузы. Несмотря на то, что мы в растеневодстве не добрали определённую часть продукции, на что рассчитывали и на те средства, которые мы затратили. Вместе с тем, это достойный результат, достойный уровень для нашего сельского хозяйства. Сегодня мы убрали последнее с наших полей, в частности, сахарную свеклу, в закрома. То есть мы спокойно переживём эту зиму. Главное, чтобы сохранить наше поголовье скота и обеспечить те планы, которые мы себе установили по производству животноуческой продукции. Цели устремлённые, трудолюбивые, при этом скромные и немногословные. Виновники торжества привыкли работать в поле, на земле, где колосится рожь, и практически от рассвета до заката слышен только двигатель машин. В Гродненской области Александр Яровский – абсолютный рекордсмен среди комбайнеров. Правильнее сказать, очередная победа. Ну, не сказать, что они достаются всё легче и легче, это всё труднее и труднее. Техника изнашивается, и сами мы изнашиваемся, к сожалению. Сейчас из-за сухой урожайность была пониже, мы намолотили 2300 тонн, а было у нас в времени и 4000 тонн. Аграрный сектор – это очень важная отрасль к роднищине, ведь здесь работает каждый третий занятый в экономике области. Их вклад в общую копилку достаточно серьёзный. Добрым людям и хорошим работникам на дожинках и погода помогала, и руководство страны поднимало настроение. Дарило щедрые подарки, среди которых и экологичные, и перспективные. Два новых электромобиля получила Ивьевская районная больница и Центр социального обслуживания. Мы занимаемся и отвечаем, прежде всего, за наведение порядка на земле, за экологическую безопасность нашей страны. Поэтому вопросы снижения выбросов углекислого газа, озоноразбружающих веществ, находятся на постоянном контроле в министерстве. Поэтому проекты по снижению загрязнения атмосферного воздуха сегодня осуществляются в Республике Беларусь. Здесь всё пело и плясало. Ивье на один день превратился в настоящий карнавал. Одна из главных улиц города вместила в себя сразу 17 подворий. Здесь и мельница из 30 килограммов сушек, и даже волшебная капуста. У нас есть капуста, незвышайная, долларовая. Вытягнешь, и там любое пожадание исполняется. Мужик мой знайшел в эту капусту, только задумал, как мне боти купить. Только подумал, а у меня уже боти на ногах. Вот такая у нас судовая капуста. Дорога от щедрых подворий каждого района Гродничины направляла гостей праздника не столько к новому мосту, который появился здесь в специальных дожинках, сколько к очередному месту песен и плясок, веселой свадьбе. Она медик, он агроном. Они семь лет вместе. Молодые специалисты стали первой парой, которые скрепили себя узами брака в новом сквере влюбленных. Дожинки – символ процветания, урожая. Поэтому пускай в нашей семье тоже будет процветание, потом урожай. Многочисленные выставки, десятки торговых палаток, развлечения для взрослых и детей, концерты для всей семьи. Все в честь лучших агрария в Гродничины. Каждодневный упорный труд от уборочной до посевной. Борьба за каждый колосок. И вот, несмотря на все трудности и невзгоды, продовольственные закрома на зиму заполнены. Гродненский район стал первым в областном соревновании как по уборке зерновых и зернобобовых, так и в отрасли животноводства. Каждый год мы получали примерно с кукурузой 300 тысяч тонн. В этом году чуть больше 200. Но нам этого хватает, чтобы прокормить наши поголовья, крупноргатов скота, свиней, птицы. И еще есть резервы, которые мы продадим обязательно. Но, если не добрали зерна, получили кормовую больше. Получили сахарные свеклы. Самый высокий показатель по сахарной свекле в Республике Беларусь. Это Гродненский район. 720 центнеров с гектара. Праздник Дожинки, пожалуй, единственный день в календаре агрария, когда отдыхать можно с чистой совестью. И судя по атмосфере, которая на протяжении всего дня витала в воздухе, герои праздника забыли о тяжелых буднях и серьезных испытаниях. А в 2019 эстафету празднования областного праздника Дожинки примет Сморгонь. Алла Внучко, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Эксперимент признают вполне успешным. Полтора месяца назад Гродно стал пионером в Республике, предложив неплательщикам коммунальную амнистию. Это абсолютно официальная лазейка, которая на деле помогает выбраться из долговой ямы. И, как показывает практика, те, кто действительно заинтересован снять с себя ярлык неплательщика, активно пользуются этой возможностью. На данный момент в Гродно более 5000 лицевых счетов с просроченной задолженностью. Чтобы стимулировать собственников к оплате жировок, в этом году коммунальных благ уже лишили 108 абонентов. А вот к неплательщикам с внушительным стажем и отсутствием шансов на погашение долгов принимают более радикальные меры. За наличие двух и более месяцев задолженности по коммерческому жилью выселение без предоставления другого жилья. За наличие шести и более месяцев задолженности по жилым помещениям Государственного жилищного фонда сальное жилье. Выселение из жилых помещений в менее занимаемое жилое помещение. При наличии такого же периода задолженности, но уже в частном жилищном фонде, находящемся в собственности граждан, понуждение к отчуждению, а затем принудительной продаже квартиры. Только за 10 месяцев в Гродненской прописке, а за одной из собственной квартиры, лишились 54 человека. Для сравнения, за весь прошлый год были вынуждены уехать в никуда только 34 квартиросъемщика. Растет и общее количество неплательщиков. Именно поэтому Гродно первым в республике пошел на коммунальный эксперимент, предложив при наличии веских причин отмену пения. Она, к слову, порой в разы превосходит сам долг. Средняя сумма неоплаченных жировок за несколько месяцев колеблется в пределах 500 рублей. Однако есть и рекордсмены. Самая большая сумма, по которой разрешили списать пеню, на данный момент равнялась почти 1800 рублям. Такое заявление вначале будет рассматриваться на комиссии при администрациях районов города, а затем в Гродненском госполкоме. Ибо при принятии положительного решения госполкомом пеня подлежит списанию. На сегодняшний день довольно активно граждане пользуются именно этой акцией «Встретим осень без долгов», что в свою очередь отражается и на общей сумме задолженности, и по городу в том числе. Так называемую коммунальную амнистию объявили 1 октября. С этого момента в комиссии для списания пения обратились 70 гродненцев. 63 из них смогли веско аргументировать причины, по которым образовались долги и получили возможность списания пения. Духовно-просветительский клуб «Дяница» работает на базе Гродненской городской центральной библиотеки имени Андрея Макайонка уже 11-й год. Это встреча заинтересованных гродненцев с представителями духовенства, краеведами и историками. Этот формат – лекции, а затем их обсуждения, нередко переходящие в жаркие дебаты, признаются завсегдатые клуба, очень актуален и востребован. Нравится такой вариант общения с мирянами и священнослужителям, которые выступают на заседаниях клуба с лекциями. Привычные проповеди на воскресных службах, конечно, дают людям ответы на определенные вопросы. Однако именно в таком формате, как на беседах клуба «Дяница», человек может получить больше ответов на волнующие именно его вопросы. Тематическая палитра встреч очень разная, нередко они посвящены текущим событиям православного церковного календаря, праздником, Рождеству, Пасхе или актуальным вопросом, который диктует время. В это воскресенье внимание было сосредоточено на истории православия Гродничины, личностях, которые в сложные для веры времена оставались верными столпами церкви, явлениях, которые и сегодня, много лет спустя, накладывают свой отпечаток на развитие и деятельность православия в Гродно. История православия на Беларуси вельми богатая и яркая, но есть такие моменты, которые мало известны, и нам бы пожадано их освятить в нашем клубе. На поседжение нашего клуба приходят святеры Гродненской епархии. Мы проводим сустречи, гуторки, диалоги на разные актуальные темы. База отдыха «Привал» не так давно отметила свой второй день рождения. Но у гродницев складывается впечатление, что это место отдыха и развлечения существует в Гродно уже очень давно. Все потому, что жизнь на «Привале» кипит. То культурные мероприятия, то масштабные праздники, то благотворительные акции. Особенное место в жизни «Привала» занимает спорт. Отчествование лучших гродненских спортсменов до проведения турниров по различным видам спорта. В эти выходные здесь ощущался утонченный дух Востока. На «Привале» прошел открытый кубок клуба «Сайха-про» в Пакикюсинкан-карате. Зачем они снова и снова выходят на татами и чему их учит древнее единоборство, у спортсменов узнавала наша съемочная группа. Кто не знает, что такое карате? Пожалуй, нет такого человека, который бы не имел хотя бы общего представления об этом виде восточных единоборств. А вот воспитанники клуба «Кюкюсинкан-карате» с «Айха-про» о нем знают, если не все, то многое. Причем с очень юных лет. Ведь «Кюкюсинкан-карате» — это не только и не столько сражение. Это целая философия. «Говорят языком философии японской, это Будо, воинский путь, путь воина. Что такое путь воина? Это путь высокого самосознания, самоконтроля, путь гармонии физического состояния с ментальным, с духовным состоянием. Поэтому «Кюкюсинкан» — это действительно не только спорт, это еще и единоборство со всеми вытекающими и основополагающими принципами». Открытый кубок «Сайха-про», который прошел на базе отдыха «Привал», носил скорее учебно-тренировочный характер, нежели исключительно состязательный. Дело в том, что в этот раз здесь буквально был дебют на дебюте. Самые маленькие каратеки пробовали свои силы на большом татами впервые. Сначала те, кто немного опытнее, череда боев в кумите, контактных поединков, показала, как сказали тренеры, высокий уровень подготовки юных спортсменов. Выступили даже лучше, чем от них ожидали. Были и горечь поражения, и триумф победы над соперником, удовольствие от преодоления собственных барьеров внутри. Словом, все согласно философии «Кюкюсинкан» карате. Я пришел в карате в 6 лет, я начал заниматься, потому что, мне кажется, мне не хватало духовности, и я хотел развить ее, чтобы быть более духовным. Я стал более уважительно относиться к повседневным вещам, таким как забота родителей или помощь учителей. Спортсмены от 6 до 12 лет разного уровня подготовки с разными поясами вышли на татами. Ярослав Генюш боролся в кумите, но у него не все получилось. Впрочем, настоящего воина неудачи не огорчают, а закаляют и учат делать выводы из собственных ошибок. Соперник был сильный, но я у себя в голове не мог представить, что я выиграю, поэтому я всегда думал, что я проиграю, и поэтому я проиграл. Те, кто еще слишком неопытен и мал для кумите, сражались в поединках с умо. Для того, чтобы дети получили первые старты, опыт участия в соревнованиях, в турнирах, совсем маленькие спортсмены, они не могут еще полноценно драться в кумите, биться по правилам кокусинкана, это жесткий вид единоборств. И поэтому мы для них проводим такие соревнования, первые старты по борьбе, по правилам борьбы с умо. Задача – вытолкать из определенного круга или сделать выведение из равновесия. Позволяет это что достичь? Это позволяет улучшить стойку спортсменов, улучшить его морально-волевые качества и навыки равновесия, навыки падений, что и пригодится ребенку в жизни, потому что уметь падать должен уметь каждый человек. Поединки по принципу сумо более простые. Ряд приемов, вроде ударов ногами, здесь запрещен. Малыши-каратеки, впрочем, ограничений не испугались и сражались отчаянно и очень самоотверженно. Кокусинкан – вид спорта, который подходит всем. Им могут заниматься мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины всех возрастов. Кроме того, кокусинкан-карате можно заниматься всю жизнь, ведь принцип о недостижимости пределов совершенства, концепцию восточных единоборств ложится как нельзя лучше. Семилетняя Валерия Кунцевич с тонкостями восточной философии пока не вполне знакома, однако она страстно любит этот вид спорта и делает в нем успехи. На вопрос о том, зачем ей, хрупкой девочке, этим заниматься, отвечает по-боевому коротко и однозначно. Если на тебя кто-то нападет, то ты будешь защищать себя. Впрочем, даже если нападений не предвидится, занятия кокусинкан-карате позволяют держать в тонусе и тело, и мысли. Дисциплина в этом виде спорта железная. И это едва ли не первое, чему учат малышей на тренировках. Егор Лумянский, например, невзирая на суровую атмосферу и строгость тренера, кокусинкан обожает. В поединке кумите на открытом кубке Сайхопров он завоевал бронзу в своей категории. И очень собой гордится. Карате делает сильнее и можно познакомиться с новыми интересными людьми. На соревнованиях очень много сил нужно, чтобы одержать победу. Карате очень дисциплинирует, потому что за проступок может получить серьезное наказание. Например, отжимание сто раз. Как во всем, что подарил миру Восток, в кокусинкан карате ценит уважительное отношение к традициям. Здесь имеет значение то, как спортсмены начинают поединок, как выходят на татами, как покидают его, как относятся к поражению. Неудивительно, что и система оценивания строится по-особенному, учитывая такие факторы, как морально-волевые качества. У нас нет системы баллов, очков. У нас есть система Вазари, Япон или нокдаун или нокаут. Если у нас нет во время боя нокдауна или нокаута, то мы выносим по таким критериям, как ущерб. Второе – техника, тактика. И третье – это морально-волевые качества и концовочка. Спортивная семья клуба «Сайхопров» по кокусинкан – большая и дружная. Занимаются здесь дети и взрослые всех возрастов, помогают друг другу и подбадривают. Строгих тренеров обожают и уважают. Тренировки не прогуливают и на соревнованиях. Даже таких, как открытый кубок клуба, хоть и сражаются друг с другом, о том, что они заодно не забывают. Элла Табудила, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Гродненская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» проводит заключительный финал пятого городского конкурса «Лучшая песня о родине, о матери». Концерт состоится 23 ноября в 13.00 по адресу улица Ленина, 32. Вход свободный. И напоследок Московский театр «Москоу-стейт Белли» представит один из лучших балетов Арамаха Чатуряна под названием «Спартак». Постановка пройдет 23 ноября на сцене Гродненского драм-театра. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. МТС предложил гостям Беларуси безлимитный интернет. Выгодные условия тарифного плана «Безлимитище» стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости. «Безлимитище» – уникальный тарифный план, который позволяет расходовать интернет-трафик со смартфона в любых объемах. Плюс абонентам ежемесячно начисляется 400 минут на разговоры о сетях всех белорусских операторов и 50 мегабайт ежесуточно для бесплатной раздачи безлимитного интернета. Плата за тариф составит 16 рублей 37 копеек в месяц. Дополнительно абонент может воспользоваться услугой 200 минут во всей сети или 5 любимых номеров во всей сети. Перенести неизрасходованный трафик минут, включенных в абонплату на следующий месяц, позволит сервис «Смартбокс». Подробнее об условиях тарифного плана «Безлимитище» можно узнать на сайте компании МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова